Дамы и господа Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемый голос свыше! Вы совершенно правы, я очень люблю природу. Она рождает такие таланты. И я с удовольствием приглашаю в студию моих щедро одаренных природой очаровательных соведущих Ириду Хусаинову Инну Воронину. Добрый день! Здравствуйте! Человек с давних времен живет в тесной связи с природой. Она нас кормит. Иногда слишком даже щедро. Наверное, вы про себя. Конечно, конечно. Ну, отдает свои богатства, да и просто вдохновляет художников и поэтов. Но иногда мы забываем о том, что Земля – это наш дом, который нужно содержать в чистоте и порядке. Тогда планета еще долго будет поражать нас своей красотой и щедростью, радовать свежим воздухом, чистой водой и плодородной землей. 30 марта во всем мире принято отмечать День защиты Земли. И мы сегодня в нашей программе будем говорить о том, как важно беречь природу. Точные данные сегодняшнего тиража, как всегда, бережно собирает наш информационный центр. Теплыми улыбками и бурными аплодисментами атмосферу студии поддерживают наши зрители. АПЛОДИСМЕНТЫ Совершенно не дает отстать от ритма жизни самый модный электронный проект современности – «Блэк Купра» Паша Шерик. АПЛОДИСМЕНТЫ Как планете не обойтись без чистого воздуха и воды, так и любителям лотерей не обойтись без нашей программы, потому что у нас выигрывают! АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня в «Русском лото» и «Золотой подкове» будет разыгрываться 750 миллионов 143 тысячи 537 рублей. А я с удовольствием представляю нашу уважаемую тиражную комиссию. Автор лирических и юмористических одностишей, поэт, шоумен и телеведущий Владимир Вишневский. Здравствуй, Владенька! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, мы получаем огромное количество заявок на участие в нашем суперконкурсе. Если и вы хотите принять участие в нем, поскорее заходите на сайт столото.ру, внимательно и подробно заполняйте анкету. Пусть ваш рассказ о себе будет самым интересным и увлекательным. А наша сегодняшняя героиня приехала из Благоварского района Республики Башкортостан и имеет прямое отношение к защите земли. Кузель Мухаммедзянова! Встречаем! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Здравствуйте, Кузель! Здравствуйте, Михаил Борисович! Мы с вами приехали. Вы медоносная пчела? Да, у нас башкирская земля славится медом. Конечно, башкирский мед. Да, небольшой гостиницей. Особенно сладостно принять его из ваших рук. Спасибо большое! Кто вы по специальности, Кузель? Я инженер-эколог. Вот, видите, как это вовремя. Я бы сказал, что инженер – это профессия, а эколог – это, конечно же, призвание. Чем занимается инженер-эколог? Ну, конкретно моя задача заключается в том, что мы разрабатываем проекты по охране окружающей среды, минимизируем негативные воздействия на окружающую среду при строительстве объектов. Ну, в основном это нефтяная отрасль. Исчерпывающе! А с кем вы к нам приехали? Я приехала со своей подругой Алсу. Алсу! Здравствуйте, Алсу! Здравствуйте, Михаил Борисович! Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Вы тоже имеете отношение к защите земных ресурсов? Да, я вместе с Кузель училась. Мы экологи. Прекрасно. Ну что же, Кузель, я думаю, вы приняли оптимальное решение. Алсу будет вас сегодня максимально эффективно поддерживать. Ну, а мы максимально эффективно будем вам желать удачи! Спасибо большое. И я напоминаю правила конкурса. Суперконкурс, Кузель. В нашем сейфе 12 ячеек, в каждую из которых заложено по 10 лотерейных билетов русского лото. Так что без приза вы от нас все равно не уйдете. На протяжении программы у вас будет 9 возможностей заработать призовые баллы. За каждый правильный ответ вы будете получать по одному баллу. Сколько баллов наберете, столько заведомо пустых ячеек мы исключим из суперконкурса. В одну из оставшихся мы заложим главный приз. Внимание! Сертификат на 500 тысяч рублей! Ну и вам останется совсем простая задача угадать, какой из оставшихся ячеек лежит сертификат. Повернуть заветный ключ, ключ от сейфа, в котором, как говорится, деньги лежат. Правила понятны? Понятны. По глазам вижу абсолютно все понятно. Тогда мы начинаем! Сегодня в 1277-м тираже русского лото мы разыграем для вас 30 призов по 500 тысяч рублей и другие денежные призы. В мешке останется три бочонка. Это значит, что победителей будет больше. Ну а теперь, друзья, для эффективных результатов я попрошу вас запустить наш штурвал. Я буду ловить бочонки в мешок. Внимание, подставляю мешок. Давайте вместе пожелаем удачи всем, кто сегодня играет в русское лото! Поехали! Призовой фонд 1277-го тиража составляет 136 миллионов 921 тысячу 350 рублей. Накопленный джекпот 579 миллионов 975 тысяч 607 рублей. Мультимиллионером может стать каждый. С подробными правилами русского лото вы, как всегда, можете ознакомиться на лотерейных билетах или на сайте 100loto.ru. Хорошенько перемешаем бочонки. Так. И для начала вы должны мне ответить на вопрос. Скажите, Гузель, как вы думаете, самый первый бочонок, который вы своей ручкой извлечете из этого мешка, будет четным или нечетным? Четным. Четным. Вот так уверенно, однозначно. Ответ принят. Четное. Прошу тиражную комиссию зафиксировать это в своих протоколах. И мы начинаем 1277-й тираж русского лото. Призовой фонд первого тура русского лото составляет 420 тысяч рублей. Желаем вам удачи. В том числе и вам. Это момент, когда вы можете заработать свой первый балл. Вы сказали четное. Четное. Ну и достаньте четный бочонок. 17. 17. Это нечетное. Ошиблись. Но это только начало, ничего. Первая ошибка. Это не страшно. Теперь мы меняемся местами. Вы держите мешок. Он у вас под контролем. Под четким экологическим контролем. А я достаю бочонки. Поехали. Номер 33. Кудриев. Вот и хорошо. Расскажите мне, Кузель, почему вы выбрали такую профессию? Номер 56. В 11 классе у меня сестра уже поступала. И когда она поступила в наш университет, она очень... Номер 29. Я вас немножко буду... Внимание. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Мы так и не успели дослушать ваш рассказ. А уже сложилась предвыигрышная ситуация в первом туре. Скажите мне, это второй. Второй. Вторая возможность. Второй вопрос. И с какой трети будет номер бочонка, которым закончится первый тур? Первая треть. 1. 30. Это я больше для телезрителей. Я вижу, вы знаете. Да. Вторая треть. 31. 60. И третья треть. 61. 90. Какая треть? Третья. Третья уверенно сказала Гюзель. Мы отметим скиражной комиссией. Это в своих протоколах. Теперь все зависит от вас. 55. Номер 55. Это недолет у вас. 65. Номер 65. Стоп игра. Стоп игра. И это абсолютно верно. Инженерные знания помогли Гюзель Мухаммедзиановой дать правильный ответ и заработать первый призовой балл. В первом туре «Русского лото» выиграли два билета, приобретенные в Ярославской области и Камчатском крае. Выигрыш составил 210 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Вы наши первые победители. Мы вас поздравляем. Поздравляем победителей. И, конечно, Гюзель поздравим с первым набранным баллом. Я объявляю начало второго тура. Со второго тура мы начинаем разыгрывать 30 призов по 500 тысяч рублей. Удачи вам. Итак, мы продолжим. Вы выбрали профессию эколога. А где учились и что заканчивали? Номер 83. Заканчиваю я Башкирский государственный университет имени Акмулы. Номер 30. Так. Факультет. Педагогический? Педагогический. Это правильно, потому что экологические знания нужно прививать детям с детства. Номер 64. А у вас есть дети? У меня двое сыновей. Арслан и Аскар. Аплодисменты. Поздравляем. Спасибо. Возраст. Номер 13. Три года и полтора годика. Ой, маленький совсем. Так что вы, наверное, и не успели экологом-то толком поработать? Нет, успела. 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 Я сначала преподавала в колледже. Номер 58. Экологические дисциплины. А затем меня пригласили в организацию работать уже инженером-кологом. Номер 4. Эта маленькая женщина, по-моему, успела все. У вас супруг. Супруг, да, Руслан. Номер 59. А вы дома сейчас или на работе? Как с детьми? Супруг на работе. А я вообще с детьми, да. С детьми? В этом отпуске, да. Понятно. Номер 5. И сейчас, супруг. Внимание. Следующий ход, 15-й. Это очень важный ход, потому что прямо сейчас может быть разыгран накопленный джекпот, который составляет, внимание, 579 миллионов 975 тысяч 607 рублей. Номер 77. Накопленный джекпот русского лото сегодня не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж, а мы продолжаем второй тур. Продолжаем второй тур. Кузель, сейчас много говорят о грозящей человечеству экологической катастрофе. Скажите, вот как эколог, номер 87, как мать двоих детей, насколько это серьезная ситуация? На самом деле, это очень серьезная ситуация, если сейчас не привлекать внимание людей к этому. Номер 76. Не воспитывать детей, беречь свою природу, то достаточно серьезные будут. Номер 73. Ну, а какие конкретные задачи стоят перед экологами всего мира? Что можно сделать? Номер 8. Обручальные кольца. Самая главная задача – это привлекать внимание людей, потому что на самом деле все серьезно. Номер 34. Ну, если мы с вами, передача у нас выигрывает, говорим об экологии. Уже, наверное, внимание мы привлекли. Конечно. А что говорят профессиональные люди? Номер 62. Что каждый из нас может сделать конкретно, чтобы защитить землю? Номер 69. Хотя бы беречь ее и не выкидывать мусор, куда попало. Номер 52. Мусорные баки. Ну, а как научить детей бережно относиться к природе? Только вот сказать, не бросай мусор, мальчик. Своим примером. Номер 2. Ухаживать за растениями, показывать пример. С растениями? Да. Номер 84. Ну что же, а вы уже своим детям привили вот этот навык? Обязательно. Любовь к родному краю, к природе, к земле, выращивать растения. Конечно. Номер 23. Так как мы живем на данный момент у мамы, у нас свой участок, свой дом, и мы сажаем насаждения, ухаживаем за ними, поливаем. Номер 1. Ну что же, ведь, как говорится, все надо начинать с себя. Конечно. Номер 79. Номер 38. Ну вот, а вода? Вода, вы живете в Башкирии. Вода хорошая, чистая? Из колодца пьете? Нет, у нас централизованная вода, но много колодцев у нас... Ну можно пить вот просто из-под крана? Ну, можно. Можно. Да. С неким сомнением, сказала она. Номер 28. Не пей, козленочком стонешь. Да, это сказки еще учили детей. Номер 21. Ну а электроэнергию, ведь это... Ее тоже надо экономить, если, так сказать, в перспективе это же тоже. Номер 36. Природные ресурсы? Обязательно. Энергия, вода, это все природные ресурсы. Также полезные, ископаемые. Номер 78. Полезные, ископаемые. Нужно рационально использовать. Номер 82. Ну, в Башкирии же очень много добываний полезных ископаемых. Очень много полезных ископаемых, да. Номер 39. Мне приходилось добывать в Башкирии. Я бывал в Уфе, конечно. В Уфе, сам их центр. Конечно. Номер 75. Мне очень понравилось в Уфе, очень много зелени. Очень много, но это в Уфе еще не так много, как в остальных городах. Номер 51. Внимание. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Гузель, мы поменялись местами для того, чтобы вы мне ответили на вопрос. Из какой трети будет номер, Бачонка, которым закончится второй тур? Не буду повторять, да? Вторая треть. Вторая треть. От 31 до 60. От 31 до 60. Ответ принят. Мною и тиражной комиссией. Постараемся не ошибиться. Постараемся. 11. Номер 11. Это недолет. От 31 до 60, вы сказали. Ну, делайте, как сказали. 26. 26. Вам так неудобно. Вот, мне кажется, вот так будет удобно и вам, и телезрители. Очень хорошо. 54. Номер 54. Вот вы быстро учитесь. Вы хорошо учились в институте. Два красных диплома. Два целых. 22. Номер 22. У тебя-то. У нас бакалавриата, магистратура, поэтому два. А, бакалавриата еще. 88. Итак, 88 это перелет. Да. Был недолет. Перелет. Главное попасть вовремя. 12. Номер 12. Это первая треть. Это нас не очень устраивает. А как вы относитесь к своим ошибкам? Вот, я смотрю сейчас. 47. Номер 47. Стоп игра. Стоп игра. Номер 47. Ну, а вы справились с задачей. Чего вы? Она справилась с задачей. Итак, действительно, вторая треть. И еще один балл. Во втором туре русского лото выиграли сразу 9 билетов. Выигрыш составил 500 тысяч рублей на каждый выигравший билет. С такими выигрышами можно спокойно отправляться на природу и ни о чем не думать. Ну, ни о чем не думать нам нельзя. Нам нужно еще про суперконкур думать. Давайте поздравим всех, кто уже победил. Ну и, конечно же, вас поздравим с еще одним набранным баллом. А мы переходим в третий тур. В третьем туре мы продолжаем разыгрывать призы по 500 тысяч рублей. Поехали. Юзель. Во многих странах сейчас номер 43. Популярен экологический туризм. Ну, то есть, поезжай в какие-то экологически чистые районы, попей водички. Ты поймешь, может, ты бережнее будешь относиться к своему краю. Номер 74. Ну, это может изменить отношение человека, вот если он съездит, посмотрит. На самом деле, предполагает, это все так. Номер 16. Ну, а выходит все по-другому. То есть, туристы, когда ходят по чистым местам, еще не умеют убирать с собой мусор, а наоборот, застаряют. Номер 37. Но только ли дело в мусоре? Мне кажется, мусор немножко замусорил эту проблему. Мне кажется, дело так лучше. Дело в психологии. Ну, конечно. Номер 15. Мы не привыкли относиться все-таки бережно к своей земле. Номер 72. К лесу. Поэтому будущее. Номер 50. А вот башкирская природа, в чем ее уникальность? Номер 63. У нас очень много полезных ископаемых. Она очень богата лесами. Номер 57. У нас очень много озер, вообще очень много достопримечательностей, пещер, особо охраняемых природных территорий. Номер 48. Внимание. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Так, мы вновь меняемся местами. И вновь вопрос. Из какой трети будет номер «Рубачон», в котором закончится третий тур? Вторая. Вторая? Да. Как вы скептически. Вторая? Ну что же, вторая, так вторая. Ответ принят. Мною и тиражной комиссии. Они внимательно следят за нами. А я внимательно слежу за вами. Каким будет далее ход игры? 80. Номер 80. Это третья. Да. Да? Немного не туда. 24. Номер 24. А вы спокойная женщина, да? Умиротворенная. Ну да. 7. Номер 7. Скажите мне, Кюзель. Какие места в Башкирии? 25. Номер 25. Вы бы посоветовали посетить? Вот тем, кто еще не был. Очень много мест, но очень увлекательный поход на гору и Ремель. Номер? 9. 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 Пещера. 66. Номер 66. Мы... Экологов-то вообще хоть уводят, показывают. Вот. Студенческий год у нас была практика. Мы ходили на гору и Ремель. 10. Номер 10. А с мужем где познакомились? Пещера. Стоп игра. Стоп игра. К сожалению, мы промазали тут. Да. Мы увлеклись беседой и промазали, к сожалению. Ну ничего. Третьим Тори выиграл один билет, приобретенный в Краснодарском крае. Вы выиграли полмиллиона рублей. 500 тысяч рублей ваши. Поздравляем. 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 Кизель, я хочу пообщаться с Алсу. Она так улыбается призывно. Скажите, Алсу, сегодня мы отмечаем День защиты Земли, а вы раньше знали о таком празднике? Конечно, я Живякова. Ага, конечно. Как же я спросил-то так, без так, но у вас. А как вы думаете, что нужно сделать, чтобы такой праздник обрел популярность и был известен не только среди экологов? Но чем больше внимания мы будем уделять защите окружающей среды, тем больше людей будут знать, что нужно сохранить природные богатства для будущего поколения. Прекрасно, прекрасно, Алсу. Все верно. Особенно важно научить этому детей, ведь они наше будущее. А, Инночка, вот ты учишь свое будущее своих детей любить природу? Разумеется, Михаил Борисович. Мы с детьми часто выезжаем на природу, и мои дети знают, мусор оставлять нельзя. А вообще, я наблюдаю за ними и понимаю, как они радуются природе. А мы здесь с вами радуемся нашим победителям, и поэтому переходим в четвертый тур «Русского лото», в котором с удовольствием продолжаем разыграть призы по 500 тысяч рублей. Перемешаем. Так. И вперед. Номер 67. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 14. Продолжаем игру. Номер 18. В жизни раз бывает 18 лет. Ждем победителей. Продолжаем игру. Эту экологическую формулу вы знаете, чувствуется. Номер 41. Выиграли пять билетов, приобретенных в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Архангельской области, Москве. Выигрыш составил 500 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем удачу на вашей стороне. Наши поздравления номер 45. Выиграли 12 билетов. Выигрыш 500 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем вас. Номер 68. Точка внизу. Оставшиеся три приза по 500 тысяч рублей поделили между собой сразу 18 билетов. Таким образом, каждый из вас выиграл по 83 тысячи 333 рубля. Отличный выигрыш. Поздравляем. Сегодня в русском лото было разыграно 30 призов по 500 тысяч рублей. А сейчас наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд сегодняшнего тиража. Что мы с удовольствием и делаем? Номер 89. Дедушкин сосед. Кюзель, кто из нас в детстве не приносил домой выпавшего из гнезда птенца? Или не приносил домой бездомных собачек? Или котят? Номер 35. Конечно, безумной радости мамы. Ну, а вы спасали животных? Номер 32. Конечно. Котята – это вообще моя болезнь. А тем более я выросла в деревне, там их очень много. Номер 90. Дедушка, а у вас есть домашние животные? Дети? К сожалению, у нас пока нету. Да. Ну, просто переживаю по поводу аллергии, поэтому... Номер 60. Ага. Вот и аллергия. Прозвучало такое слово. Так, номер 40. Алибаба. К тому же дети еще маленькие, замучивают, боюсь. Номер 85. Ну, а деревья? Деревья сажали? Обязательно. В детстве или сейчас до сих пор? В школьные годы у нас были дни, когда мы выезжали на посадку лесу. Номер 86. Ну, а сейчас только за своими деревьями ухаживаете? Или в лесу? Вот посади дерево. На данный момент пока только свои. Номер 42. Да, ну, раньше в школе как-то вот была такая практика. Номер 31. У нас до сих пор есть? Есть, да? Есть. Номер 71. Ну, а вот если ваши дети принесут бездомную собачку домой, вот как поступит мама Гузель? Я приму. Примите. Номер 3. Алсур, призываю вас к свидетели. Хорошо. Номер 6. Точка внизу. Некоторые уже в детстве увлекаются книгами о природе, о животных. А вы чем интересовались в детстве? Номер 61. Интересовалась больше художественной литературой, конечно, в которой обязательно идет речь о домашних животных. Номер 81. Все же рассказывает Ургенева. Муму. Муму, конечно. Конечно. 49. Самая экологическая повесть, по-моему. Да. В русской литературе. Муму. Номер 46. И вы плакали, да? Конечно. Да? Я очень переживала. Номер 44. Стульчики. Внимание. Внимание. Следующий ход. Последний. Последний ход. И вы мне ответите на вопрос. Последний вопрос в этом тираже русского лото. Скажите, на какую цифру от 0 до 9 будет заканчиваться номер последнего бочонка сегодняшнего тиража? 3. Номер 3. Да. Это ваша любимая оценка в школе? Нет, моя оценка 5. Ну, так почему 3? Хочется троечку. Хочется троечку получить, да? Хорошо. Троечку, так троечку. Я думаю, что тиражная комиссия уже отметила. И вытащите номер. Пусть это он будет именно таким, каким вы хотите номер. 27. Номер 27. Не получилось. Стоп игра. К сожалению, стоп игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража русского лото. Мы высыпаем все, что у нас осталось в мешке после окончания игры. Вы проверяете мешок на экологическую чистоту. А я называю номера бочонков, которые остались в мешке номер 20, номер 53 и номер 70. Эти номера в своих билетах зачеркивать не надо. Если их нет в игровой сетке вашего билета, это значит, что вы... Что вы... Выиграли. Правильно, Кузель, выиграли! 1277-й тираж русского лото завершен. Уважаемые участники русского лото, сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму, внимание, 103 миллиона 309 тысяч 469 рублей. Выигравших сегодня 539 тысяч 647 билетов. Накопленный джекпот следующего тиража 613 миллионов 587 тысяч 488 рублей. В следующем 1278-м тираже русского лото мы разыграем для вас 30 призов по одному миллиону рублей и другие денежные призы. Станьте миллионерами! Выигрывайте вместе с нами! Уважаемая тиражная комиссия, нет ли у вас замечаний по ходу сегодняшнего тиража русского лото, говорит мисс Москва 2018, Ксения Поленова. По-русскому лото замечаний нет. Спасибо. А нашу программу вскоре продолжат лотерея «Золотая подкова» и суперконкурс. Дождитесь! После короткой рекламы на канале НТВ не переключаться. Дорогие друзья, с вами вновь программа «У нас выигрывают». Сегодня мы отмечаем День защиты Земли. Этот праздник призывает нас бережно относиться к природе, защищать и приумножать ее богатство. Ну а как приумножаются богатства любителей наших лотерей, об этом точно знает и расскажет вам Ирида Хусаинова. В эфире «Лотерейные новости». Герой нашего сюжета Николай Александрович Петров из Республики Мориэл играет в русское лото уже 8 лет и покупает лотерейные билеты каждую неделю. Выигрыш «Загородный дом» вначале он не поверил в свою удачу и даже попросил дочь Эльвиру перепроверить билет на сайте «Столото». И выигрыш подтвердился! О том, как победитель распорядился им, смотрите в нашем репортаже из «Южкоролы». Я работаю в 14-й гимназии учителем марийского государственного языка. Салам, Нижи, Эльвира Николаевна! Меня зовут Эльвира Николаевна Дмитриева. Я и моя семья проживаем в городе Ишкорола в Республике Мориэл. Еще стало краше, богаче. Украшает постройки, особенно новые постройки. Город маленький, но очень красивый. Мой отец где-то уже 8 лет, наверное, участвует в этом розыгрыше «Русское лото». И вот посчастливилось ему выиграть такую вот сумму как раз в день Пасхи. Я стал смотреть один в лотере, все вычеркнул, прессики поставил. Смотрю, этот, среди загородных домов. Первая реакция – не поверил. По интернету посмотрите, пожалуйста, говорит. У меня билет выигрышный или нет? Мы были все в шоке. Мой отец Николай Александрович выиграл загородный дом, но он решил выигрыш взять деньгами. В сумме 900 тысяч. У меня есть три дочери, выигрыш решил троим дочерям отдавать. Можно выиграть, да, участвовать надо. Кто цель поставит, наверное, и добьется своего. Я беру сейчас, в которой у меня настроение, беру каждую неделю, каждую неделю. И сегодня взял на это воскресенье. Друзья, дарите хорошее настроение себе и близким. Приходите в наш лотерейный центр в Москве на Волгоградском проспекте 43, корпус 3. Там вы можете не только приобрести лотерейные билеты, но и посмотреть на розыгрыши своими глазами. Приходите сами с семьей и с друзьями. Продолжайте верить в удачу, ведь вашу мечту может осуществить всего один счастливый билет. На сегодня это все новости. Спасибо. Спасибо, Ирида Хусаинова. Дорогие друзья, очень часто природа подает нам знаки. Нужно просто уметь их понимать. Вот, например, если вы собираетесь в дорогу, и за окном идет дождь. Это к удаче. Ну а если за окном сейчас нет дождя, ничего страшного, в любую погоду мы желаем удачи всем участникам лотереи «Золотая подкова». Мы начинаем 187-й тираж лотереи «Золотая подкова». Призовой фонд сегодняшнего тиража составляет 24 миллиона 490 тысяч 150 рублей. Гарантированный суперприз – 10 миллионов рублей. Дорогие друзья, сегодня в «Золотой подкове» мы разыграем для вас множество денежных призов. Минимальный выигрыш составит 150 рублей. Осталось пожелать вам только удачи. Призовой фонд первого тура составляет 100 тысяч рублей. Запускаем алтатрон. Отлично. Ждем первый шар. 57. 80. 18. Шар номер 10. Внимание! Следующий ход пятый. Дорогие друзья, прямо сейчас у вас есть шанс выиграть гарантированный супер-приз лотерей «Золотая подкоба», который составляет 10 миллионов рублей. Но перед этим я хочу спросить Гузель, из какой трети будет номер шара, которым закончится первый тур? От 1 до 30, от 31 до 60, от 61 до 90. Итак? Вторая треть. Вторая треть. Ответ принят. Ждем. Следующий шар. 12. Гарантированный супер-приз лотереи «Золотая подкоба» сегодня не разыгран. Его призовой фон переходит в следующий тираж, а мы продолжаем первый тур. И ждем второй треть. Следующий шар. 79. 90. 82. 82. 39. Стоп игра! Ну вот, конечно, замечательно. Поздравляю вам. Спасибо. Просто удачный выбор. Замечательно. В первом туре лотереи «Золотая подкоба» выиграли два билета, приобретенные в Ставропольском крае и Краснодарском крае. Выигрыш 50 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Отличное начало. Поздравляем. Поздравляем и вас, и, конечно же, Гузель, вас. У вас три балла. Отлично. Призовой фонд второго тура 500 тысяч рублей. И мы снова запускаем «Олтатрон». Пять. Сорок пять. Шестьдесят один. Сорок. Сорок. Сорок девять. Двадцать один. Сорок семь. Двадцать семь. Семьдесят шесть. Двадцать четыре. Двадцать четыре. Двадцать два. Шар номер двадцать девять. Двадцать девять. Двадцать четыре. Двадцать тысяч. Сорок четыре. Двадцать четыре. Двадцать девять. Двадцать семь. Шар номер 71. 43. 41. 62. 38. 46. 50. Ровно. 58. Шар номер 68. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Кузель, скажите мне, из какой трети будет номер шара, в котором завершится второй тур? Вторая треть. Вторая треть от 31 до 60. Я вас правильно понял, ответ принят. Просим тиражную комиссию зафиксировать его и ждем следующий шар. 23. 26. 6. 11. 11. 15. 75. 75. 74. 85. 30. 69. Стоп игра. К сожалению. К сожалению. К сожалению, не получилось набрать балл. На вашей стороне сейчас. Но впереди еще две попытки. Во втором туре выиграл один билет, приобретенный в Архангельской области. Вы выиграли 500 тысяч рублей. И фортуна улыбнулась сегодня именно вам. Призовой фонд третьего тура 1 миллион 500 тысяч рублей. Запускаем «Олтатрон». 81. 81. 81. 84. 67. 83. 11. 13. 12. 12. 33. 28. 36. 64. Это зло. 86. 1. 35. 53. 34. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Гузель, как вы думаете, из какой трети будет номер шара, которым закончится третий тур? 1. 30. 31. 61. 1. 1. 1. 1. От 1 до 30. Ответ принят. Мы ждем следующий шар. 16. 24. 73. Стоп игра! Ой! Кажется! Да, призывайте на помощь удачи, Гузель. Определился победитель третьего тура. Он приобрел свой счастливый билет в Тверской области и выиграл. 1 миллион 500 тысяч рублей. Вы стали миллионером, мы вас поздравляем. Гузель, ну а вы не расстраивайтесь, впереди еще одна попытка. Соберитесь. Хорошо. И мы приступаем к розыгрышу оставшегося денежного призового фонда. Размер выигрыша вы сможете видеть на своих экранах. Гузель, у вас есть возможность заработать свой финальный балл. На какую цифру от 0 до 9 будет заканчиваться номер последнего шара сегодняшнего тиража? И что подсказывает вам ваша интуиция? 4. 4! Я прошу тиражную комиссию зафиксировать его, и мы запускаем алтатрон. 65. 52. Шар номер 2. 17. 60. 77. 77. 63. 55. 25 14 72 51 20 13 14 9 42 Шар номер 8 78 87 70 48 19 16 66 31 Стоп игра! Стоп игра, к сожалению, да. К сожалению, с последним баллом не получилось. Музель, ну у вас неплохие результаты. 3 балла есть, это немало. Это был последний ход 187-го тиража лотереи «Золотая подкова». В лототроне осталось всего три шара. Это номера 56, 88, 89. Эти номера в своих билетах зачеркивать не нужно. Если их нет в ваших билетах, прекрасно. Потому что это означает, что вы выиграли и от души вас с этим поздравляю. А я объявляю результаты сегодняшнего тиража, уважаемые участники лотереи «Золотая подкова». Сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму 23 246 580 рублей. Выигравший сегодня 138 033 билета. И как и обещали, минимальный выигрыш составил 150 рублей. 187-й тираж лотереи «Золотая подкова» завершён. Гарантированный супер-приз следующего тиража – 10 миллионов рублей. Дорогие друзья, в следующем 188-м тираже «Золотой подкобы» мы разыграем для вас 5 автомобилей и множество денежных призов. Выигрывайте вместе с нами и пусть вам обязательно повезёт. Сегодня в двух лотереях выиграло 677 680 билетов. Уважаемая тиражная комиссия, прошу вас подвести итоги. Юрист Тимур Чанышев, пожалуйста. В тиражной комиссии нарушение зафиксировано, что отражено в нашем протоколе. Спасибо, Тимур. А я хотела бы обратиться к поэту Владимиру Вишневскому. Владимир, говорят, поэты – люди тонкой душевной природы и сильнее других чувствуют вот этот пульс земли. А что вас, как поэта, вдохновляет? Природа, люди, может быть, события какие-то? Всё перечисленное, в частности, здесь создано событие, когда доброе, когда у людей есть возможность выиграть. А что до природы, то в России сама земля пульсирует токами поэзии. Правда, стихи иногда пишутся и грустные, и тревожные. Но, например, про кукушечку уже не важно, сколько раз. Спасибо, что вообще кукуют. Но я хотел бы поддержать тех, кто сегодня пока ещё случайно не выиграл. Земля светила. Может, всё сложится. Осталось лишь со мной договориться. Сам для себя, а значит, для кого-то. И с года в год будь человеком года. АПЛОДИСМЕНТЫ Супер! Спасибо, Владимир! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья! Ежегодно, в последнюю субботу марта, во всём мире проводится час земли. В назначенное время жители разных стран отключают свет и электрические приборы на один час, для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам экологии. Но, несмотря на то, что очень многие жители нашей страны вчера присоединились к этой акции, сейчас мы не проводим час земли. Мы проводим час лотерей. Поэтому не выключайте электричество и не переключайтесь. Мы встретимся с вами на суперконкурсе после небольшой рекламы на канале НТВ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, с вами вновь программа «У нас выигрывают». Сегодня мы вместе со всей планетой продолжаем отмечать День защиты Земли и говорим о том, как приучить современного человека к бережному отношению к природе. Эта проблема волнует и нашу гостью из Республики Башкортостан эколога Гузель Мухамедзянову. Именно ей предстоит сегодня принять участие в нашем суперконкурсе. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, Гузель, вы готовы? Наступил самый волнительный момент нашей программы. Готова. Готова, сказала Гузель. Мы переходим к суперконкурсу и от души желаем вам удачи. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Гузель, что привело вас к нам на суперконкурс? Просто желание выиграть или есть какие-то серьезные проблемы? Ну, все достаточно серьезно. Так получилось, что мы попали в неприятную ситуацию. Взяв, будучи беременной первым ребенком, мы взяли в ипотеку жилье, строящееся. Уже будучи женатым, да? Да, да. По программе. Муж? Мы с мужем взяли ипотеку, да, по программе жилье для российской семьи. И так вышло, что наше жилье даже не строится. Хотя мы должны были заселиться уже год назад. Ой. Да, но проблема так не решается, все стоит на месте. Мы обманутые дольщики официально. Наш достройщик банкрот. Ну, то есть как решится проблема, вообще пока не понятно. А где сейчас живет ваша семья? Мы раньше снимали квартиру, но так как ипотеку платить нужно не знаю за что, и финансы не позволяют, и мы живем в деревне с мамой. Ну что же, проблема серьезная. Есть какие-то решения? Ну, на словах пока есть, а документально подтвержденные и ничего такого нету. Я искренне желаю, пусть у вас сегодня все получится. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На место, Михаил Борисович. АПЛОДИСМЕНТЫ Зал готов. АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда мы начинаем. Я прошу подняться к нам члена тиражной комиссии юриста Тимура Чанышева. Кюзель, я напоминаю вам правила. В каждой ячейке нашего сейфа уже лежат 10 билетов русского лото. Вы набрали 3 балла. 3. Немного, но и этого вполне может хватить для того, чтобы исключить из суперконкурса те 3 ячейки, номера которых вам не нравятся. В одну из оставшихся мы заложим главный приз. Сертификат на 500 тысяч рублей. Ваша задача определить ячейку, в которой находится главный приз. Итак, какие ячейки мы исключаем? 7. 7. 8. 8. 11. 11. Номера зафиксированы. Сынный Тимур, я прошу вас пройти, сынный, к сейфу и вложить сертификат в одну из оставшихся ячеек. Ну, а мы пока с вами поговорим. Скажите, вы раньше бывали в Москве? Нет, мы впервые в Москве. Ну и как вам с экологической точки зрения наш воздух московский? Это была шутка. Конечно. Успели что-нибудь посмотреть? Да, мы сразу по прилету пошли смотреть Красную площадь. Успели побывать на Театральной, на Арбате, на Третьяковской галереи. Но, к сожалению, попасть туда не удалось, потому что там очередь. И, в общем, уставшие мы вернулись в номер. Еще сегодня хотим посетить, что успеем. Успеем. Уставшие, но довольные? Очень довольные. Уставшие довольные Инна и Тимур Чанышев уже вернулись на свои места. Приз в одной из ячеек. Мы идем к сейфу. Внимание! Я открываю сейф. Сейф. Вы исключили из суперконкурса ячейки номер семь, номер восемь и номер одиннадцать. Все верно? Верно. В одной из оставшихся сертификатов. Будете решать этот вопрос сами или вам, если хотите, поможет подруга Алсу? Нет, я сама. Сама? Да. Ничего не говорите. Примите решение. Идите и откройте ячейку, в которой спокойно, спокойно, смирите дыхание. Ячейку, в которой, по вашему мнению, лежит сертификат. Я искренне желаю вам удачи. Спасибо. Успокойтесь. Там десять билетов русского лото. Так. Какой был у вас еще вариант? Был второй? Ну, четыре был вариант. Четыре. Я открываю ячейку номер четыре. Здесь тоже билеты русского лото. Алсу у вас был вариант? Второй. Второй. Ячейка номер два. И здесь билеты русского лото. Ну что же, вы остаетесь с подругами. Поскольку я тоже не знаю, в какой ячейке сертификат, я открываю все оставшиеся. О, он в первой. Про первую ячейку вы не думали? Ну, думала. Думали. Ну, а сейчас уже и думать не надо. Не огорчайтесь, Гузель. Пусть не получилось сегодня угадать ячейку с сертификатом на пятьсот тысяч рублей. Жалко, конечно. Хотелось бы помочь вашей семье. Но вы от нас все равно уйдете с призом. Это десять билетов. Десять билетов лотерея русского лото принесут вам десятикратную удачу. И помогут решить все ваши проблемы и осуществить мечты. Я желаю вам и вашей семье счастья и благополучия. Хотите что-нибудь сказать? Да, хочу сказать большое спасибо. Спасибо городу Москве, спасибо вам. Мне было очень приятно. Ну, несмотря на то, что не получилось выиграть. Муж не будет вас ругать? Нет, конечно. Точно? Точно. Как его зовут? Руслан. Руслан, вы слышите? Да? Она надеется на вашу благосклонность. Друзья, пусть каждый день станет днем защиты Земли! Не оставляйте мусор на природе. Сажайте деревья, берегите животных. А выходя из дома, не забывайте выключать воду, свет и газ. И тогда планета станет чище и красивее. Да и не забывайте творить добро. А мы постараемся внести свою лепту. Ведь у нас выигрываю! КОНЕЦ! 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 КОНЕЦ!